Спасибо. Тогда следующий доклад сделает Евгения Юлкина, и она расскажет уже чуть-чуть более подробно о тематических применениях. Здравствуйте. Меня зовут Женя. Я покажу какие-то практические применения, хотя Володя уже много всего показал. Но мы сейчас рассмотрим еще те примеры, которые завтра рассмотрим на практическом обучении. Вега, сервис спутникового мониторинга растительности, создан для сельхозпроизводителей, для сотрудников контролирующих, управляющих органов, для исследователей. И решает широкий круг задач. Минсельхоз уже такой список приводил, мне кажется, я его целиком повторяю. Но если кратко, то что нужно? Нужно оперативно мониторить посевы, нужно выявлять отклонения от, выявлять какие-то аномалии в их развитии, устанавливать причины, делать какие-то прогнозные оценки. И как результат, проводить картографирование, получать информацию для принятия решения, получать карты, получать картинки, кому что нужно, получать бюллетени информационные и информацию для составления отчетов. Вообще, зачем люди используют данное дистанционное зондирование? Ну это понятно, тут я вижу, многие уже работали с ГИС-программами, вообще со снимками. Но хочется подчеркнуть, что только космический мониторинг по сравнению с наземными обследованиями дает однородную, сравнимую во времени и пространственную информацию на большую площадь. И важный аспект разнообразия спектральных диапазонов. То есть спутники снимают землю не только в видимом диапазоне, они снимают еще ее некоторые, какие-то есть, какие-то нет, в инфракрасном, в дальнем инфракрасном, в ближнем инфракрасном, в тепловом. И это очень важная информация для изучения растительности, в том числе сельскохозяйственной растительности. На этом основано применение вот этих вегационных индексов. Дальше будут примеры, я остановлюсь еще на этом. Вообще задачи, которые решаются с помощью данных дистанционного зондирования, в том числе задачи сельского хозяйства, можно условно разделить на четыре группы. Это инфракционные задачи, задачи учета, картографирования, задачи оценочные, оценка состояния объекта, получение каких-то показателей его состояния. Это задачи динамическое изучение изменения объекта во времени и прогнозное составление, прогноза состояния этого объекта. Когда мы говорим о сельскохозяйственном мониторинге, объектом у нас является поле или группа полей. Собственно, работа с программой начинается с того, что мы загружаем, например, шейп-файл с группы полей или создаем сами схему хозяйства, рисуем границу поля. В ВИГе это делать очень просто, так как Володя рассказывал про архив данных. Работать с архивом данных в ВИГе очень просто. Если вы когда-нибудь скачивали сами и обрабатывали снимок, то, наверное, знаете, что это состоит из нескольких шагов. Нужно заказать снимок, зайти на сайт определенный, заказать снимок, потом открыть в специальной программе, сделать композит из нескольких, такой синтез из нескольких каналов, чтобы видеть его в естественных цветах. Так, чтобы мы видели растительный зеленый, землю в каких-то других оттенках. В ВИГе данные из разных спутников собраны в одном месте, они отображаются сразу в естественных цветах. Поэтому заводить схему хозяйства, проводить какое-то кратографирование очень просто. Нужно выбрать с помощью фильтра дат, фильтра спутников данные и нарисовать поле. Все. После того, как поле заведено в систему, для него автоматически начинают рассчитываться индексы, подбираться архивные данные. И пользователь сам может дополнить информацию о поле какими-то наземными данными, чтобы потом с ними работать совместно с данными дистанционного зондирования. Собственно, система спутникового мониторинга не значит, что в ней данные исключительно из космоса. Как раз ее сила в том, что она может совмещать и наземные данные вместе с этими спутниковыми данными тоже. Ну и эту картинку сегодня уже много раз показывали. Если мы начинаем с задач учета, инвентаризационных задач, то для начала я бы хотела узнать, а где земли у меня заняты обрабатываемыми, где у меня обрабатываемые земли, а где нет. Может быть залежи или просто какие-то зарастающие земли. И действительно можно удобно воспользоваться картой, которая строится по специальному алгоритму. Дима про него рассказывал. Карта обновляется, маска пахотных земель обновляется ежегодно. И, допустим, я приближаюсь к полям где-то в Тульской области и хочу посмотреть в моем хозяйстве, где обрабатываемые, а где не обрабатываемые земли. Я просто накладываю эту карту сверху и вижу, что вот поле последние 10 лет оно не попадало в карту пахотных полей. Это был период за 6 лет, с 2011 по 2016 год, потом еще 6-летие. И вот я вижу, что где-то в 2002-2008 году вот это поле попадало в карту пахотных земель. Значит, у меня есть предположение, что это поле использовалось, но потом оно было заброшено. Ну, можно это проверить. Во-первых, в Веге есть подложка-мозаика сверхвысокого разрешения. Это мозаика, то есть здесь нет указания, что это за тип сенсора, что это за спутник, какая дата. Но такая подложка позволяет сориентироваться на местности. Вот я анализирую свой снимок. Я вижу, здесь есть лесополосы, какие-то косвенные признаки того, что это было действительно используемым полем. Ну, вижу какие-то там признаки пашни и какую-то инфраструктуру вокруг, используемые земли вокруг я тоже вижу. Вот. И как мне проверить, было ли использовано это поле и когда? Можно воспользоваться рядами NDVI. Значит, здесь по оси Х недели года, по оси Y NDVI. И, соответственно, графики показывают нам ход накопления биомассы или ее исчезание. Вот. И, соответственно, я подгружаю графики за последние 15 лет. Я вижу, что последние десятилетия графики между собой схожи, а 2002 год и 2001 сильно от них отличаются. Ну, чтобы понять, что происходило на поле, я могу подгрузить такую норму, вот как Володя рассказывал, рассчитываются нормы для разных типов растительности, я могу подгрузить норму для многолетних трав, увидеть, что вот за последние десятилетия графики похожи на развитие многолетних трав. А в 2002-2001 годах мы видим такие пики, ярко выраженный пик максимума, отложенный такой рост, видимо, связанный, начало роста, видимо, связанное с обработкой предварительной поля и резкое понижение графиков в конце сезона, связанное с уборкой поля. Соответственно, вот я могу сделать вывод, что поле действительно обрабатывалось, но потом было заброшено по тем или иным причинам. По этому принципу можно выявлять, анализируя графики, типичные графики NDVI и другие типы земель. Но, конечно, каждое поле анализировать это довольно трудоемко, поэтому можно использовать некие особенности в отражении земель, которые используются и которые не используются. Но вот с точки зрения снимка, чем отличаются эти земли? Пиксели неиспользуемых земель не меняют свою яркость и так, как яркость меняют пиксели поля, которое распахали, засеяли, потом убрали. Поэтому я могу сделать такой временной синтез, разновременной синтез, чтобы посмотреть, чтобы выделить объекты, с которыми что-то происходило, и выделить объекты, на которых ничего не происходило. Вот в данном примере это Орловская область, в границах полей, видны границы полей и видны поля, они различного цвета, но они яркие. Видно на них что-то происходило. Я взяла снимки «Сентинель» за весну, за лето и за осень, то есть в начале сезона, в конце сезона. И зоны, которые не меняли своей яркости, они выделяются таким белым, неярким цветом. Соответственно, это тоже может быть таким подспорьем в поиске заброшенных земель. И можно воспользоваться инструментами классификации в ВЕГЕ. В данном случае я применила необучаемую классификацию, кластеризацию, разделение на два класса. Я разделила земли, которые обрабатывались, вот с яркими пикселями, и земли, которые не обрабатывались. Вот они красным цветом выделены. Это достаточно грубое выделение, но может служить предварительным этапом перед наземными исследованиями, обследованиями, и тем самым снижать вот эту выборку, сужать круг подозреваемых земель, необрабатываемых. Это что касается классификации типов земель. Ну, чтобы определить, где у нас там в хозяйстве на исследуемой территории находятся озимые, где яровые, можно тоже вот воспользоваться готовыми создаваемыми в ВЕГЕ картами. Это карта озимых. Она, вот Володя уже сказал, обновляется ежесезонно, постепенно уточняется. Можно в конце сезона использовать, можно взять самую раннюю карту. и это карта чистых паров, и наложив ее на, опять же, свое хозяйство, понять, где на самом деле, допустим, растут озимые. Это такой способ контроля землепользования. Вот пример поля, извините, я не помню, какая область, по-моему, Курская. Краснодарский край? Ставропольский. А мне написано или вы знаете? Точно, точно, и восполнится Тавропольский край. Да, и вот у меня были данные по хозяйству, но не все. Вот здесь границы полей, где нет данных по культурам. Розовыми выделены земли, занятые озимыми. И накладывая маску озимых, вот я вижу, что да, действительно здесь озимые, вот еще они здесь, 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 а вот здесь их нет. Хотя я могла это предположить по снимку визуально. Может показаться, что вот они весной тоже здесь растут. Нет. Будем ждать маску с разрешением 30 метров по лансат. Это позволит еще точнее выделять озимые. Ну вот эти карты можно использовать как самостоятельный продукт, а можно их использовать для уточнения и создания своих карт. То есть вот мы можем взять карту 250 метрового разрешения и создать карту, допустим, озимых на свою территорию с разрешением 30 или 20 метров, ну 15 вот у лансат. В данном случае я брала лансат 30 метров. Принцип такой. Это классификация с обучением. То есть мы на вход в системе даем некие обучающие объекты. Вот они, вот с карты озимых. Вега автоматически их загружает. Не нужно расставлять эти точки. Мы выбираем снимок, который хотим классифицировать, тоже подаем на вход. Выбираем метод классификации с обучением и получаем уточненную карту на большую площадь. Следующий вариант классификации с обучением и следующий вариант инвентаризационной задачи это распознавание культур. Конечно, это очень важная задача. И здесь не обойтись без все-таки наземных данных, но так же, как и с обучением по, вот как мы смотрели пример с озимыми, можно обучиться по небольшой группе полей, чтобы распознать культуры на большой площади. Вот есть данные по нескольким полям. Розовая пшеница озимая, просто чтобы на что-то одно обратить внимание. Орловская область. Да, и принцип тот же. Нужно подать на вход обучающую выборку, снимки и задать способ классификации. Но здесь есть несколько моментов, которые нужно иметь в виду. Здесь нужно набрать обучающую выборку самостоятельно. Расставить точки в каждый класс, который мы хотим выделять. И выбрать снимок по принципу разделимости этих классов. Так как наша задача отнести все объекты в какой-то класс, нам нужно выбрать такой снимок, где они максимально будут разделяться. И выбрать те каналы, в которых объекты максимально разделяются. Вот в Веге есть инструмент анализа спектральных кривых. И сейчас я его приближу. Это разным цветом обозначена разная группа объектов. По-моему, это подсолнечник, озимая пшеница. Вот здесь лес. Он немного смешивается на данном снимке с кукурузой. Но в принципе я вижу, что в инфракрасном канале они разделяются лучше всего. Поэтому я для классификации выбираю снимок. Выбираю классифицировать в инфракрасном канале. Вот расставляю точки, по которым система обучится. Раз-два. И получаю результат на большую территорию. То есть по 20 полям я получила карту по 120 полям, грубо говоря. Вот такой способ картографирования. Когда мы поняли, где наши объекты, мы переходим к задаче оценки, в каком они состоянии. И, как уже было сказано, оценка состояния основана на использовании вегетационных индексов. А использование вегетационных индексов основано на разнице в отражении растениями энергии в разных спектрах. А конкретно в красном и инфракрасном. То есть особенность растительности такова, структура листа такова, что здоровая растительность сильно поглощает энергию в красном канале и излучает ее в инфракрасном. Если что-то нарушено, если растительность угнетенная или она редкая, то она не будет сильно отражать в инфракрасном канале. И вот на этом построено использование вегетационных индексов. Вот формула NDVI такова. И NDVI — это не снимок, который мы получаем готовым, это не какая-то абстракция, это формула. В каждом пикселе снимка рассчитывается вот эта формула, и мы получаем карту. Карту, в которой видим в каждом пикселе состояние растительности. Вот шкала. То есть эти четыре поля, это четыре поля озимой пшеницы в Курской области. В сезон осень, вот их посеяли, они начали сходить. И мы видим, что эти три поля, они имеют высокие значения индекса, одно поле имеет низкое. Вот картограмма внизу отражает их статус. Вега позволяет не только смотреть на карты NDVI, но и получать статус полей. Это делается с помощью получения среднего многолетнего значения индекса. За счет накопленных архивов данных в инфракрасном канале мы можем построить средне-многолетнее значение индекса по данной культуре, по данному региону. Вот в данном случае норма для озимых, и мы видим, вот красным цветом показано сильное отклонение от нормы. Дальше мы еще вернемся к этим картограммам. Обобщая, вот как можно мониторить поле с помощью индекса. Можно получать карты NDVI, можно получать их для снимков, ланца для снимков Sentinel, ну, с той частотой, с которой эти снимки поступают, можно получать еженедельные безоблачные композиты и смотреть на динамику роста биомассы. Можно использовать графики, вот как мы уже анализировали, там, ход графиков многолетних трав или пахотных полей. И можно использовать картограммы, которые сразу за один клик показывают статус поля, и можно оценить состояние полей хозяйства очень быстро. Ну, что могут показать графики? Они могут показать отклонение от нормы, могут показать, что сезон в этом году сдвинут в ту или иную сторону, там, он начался раньше или позже. И по графикам мы можем прочитать, что за культура растет на этом поле. Ну, и вот если говорить про норму, как один из самых удобных инструментов оценки состояния поля, то вот возьмем хозяйство, возьмем эти вот четыре поля, которые здесь желтым выделены, и посмотрим их состояние в осенний период. Вот где-то здесь была посадка, и поля начали вегетировать, достигли какого-то пика, потом уже ближе к зиме, вот мы видим, графики падают. Это среднемноголетняя норма, обозначена красным. Соответственно, вот эти три поля, они идут вместе, они не отличаются сильно от среднемноголетней нормы, не отличаются сильно друг от друга. Мы можем это оценить. А четвертое поле, ну вот с ним явно что-то произошло, и оно сильно отличается от нормы. Возможно, дело в каких-то неблагоприятных погодных условиях, но эти поля рядом. Скорее всего, произошло что-то, связанное с обработкой этого поля. И вот так анализируя графики, мы можем восстанавливать историю и контролировать процессы, происходящие на поле. Мы добавим к этим графикам метеоданные, просто в один клик, и увидим температуру, мы видим количество накопленных осадков, сможем оценить условия этой осенней вегетации и сказать, что они были нормальными. Температура при посадке была 20 градусов, среднесуточная температура, когда всходы появлялись, была 15 градусов, и накопленных осадков было достаточно, ну, я так упрощаю, накопленных осадков было достаточно, чтобы посевы чувствовали себя хорошо. А четвертое поле все равно почему-то показывает низкие значения. Ну, вот таким образом, можно сделать вывод, что все-таки дело не в метеоусловиях, использовать эти данные, например, для оценки каких-то страховых случаев. Ну, я уже говорила, и было показано много вот таких карт, NDI, вот мы смотрим просто на вот эту осеннюю динамику появления всходов по четырем полям, это 31 октября. Вот к зиме эти три поля подошли в хорошем состоянии, достаточно раскустившиеся зимы, а четвертое поле оставляет желать лучшего, и как бы мы можем предположить, что к началу весны, оно, ну, когда, не к началу, а весной, оно будет развиваться хуже. И нужно это вот уже иметь в виду, уже понять это можно уже осенью. Да, по этим же картам хорошо видно, как бы, неоднородность полей. Вот еще лучше это видно по снимкам более высокого разрешения. Вот внизу снимок, карта NDI, построенная по снимку Сентинель, вот мы видим неоднородности этих полей. Здесь даже, ну, наверное, это какая-то эрозия, вот мы можем это оценивать визуально. Можем это оценивать с помощью картограмм. Картограммы строятся не только по среднему значению индекса, но вот и, например, по неоднородности полей. Вот для этой группы полей мы видим, мы включили карту неоднородности, и видим, что, ну, это какой-то другой момент времени, что вот эти поля менее однородные, чем более зеленые. Это неоднородность считается как отклонение от среднего значения NDVI в данном поле. Это просто среднее значение NDVI, вот эта группа полей. Вот желтым выделены поля, в которых NDVI достаточно низкий. И картограмма состояния полей по отклонению от нормы. Здесь важно понимать, что вот по умолчанию за норму принято средне-многолетнее значение для культуры по региону, но норму пользователь может выставить сам. Например, мы хотим посмотреть состояние полей по отклонению от предыдущего года, ну, с теми же культурами. Вот мы можем выставить эту норму и сравнить эти поля. Тогда для каждого из поля мы увидим свой статус. Что еще можно мониторить с помощью данных дистанционного зондирования и с помощью ВЕГИ? Очень удобно. Ну, я хотела привести пример уборки урожая в Краснодарском крае. Если я не ошибаюсь, там уборка азимых началась две недели назад. Может, даже уже больше. Вот это майский снимок. В основном зеленые – это азимые. Ну, я не выделила некую область, просто чтобы было удобнее смотреть на несколько полей. 29 июня началась уборка. Какие-то поля уже убраны и в спах. И мы какие-то поля только убрали, но еще или только начинают убирать. У них изменился цвет, но мы не видим еще открытую почву. И с шагом даже в несколько дней, это снимки «Сентинель», полученные с шагом меньше, чем 5 дней, мы видим, что поле убирается. И на 3 июля мы видим состояние полей убранных, где-то остались пожедневые остатки. Можно приблизиться, оценить ту же неоднородность, посмотреть, как шел ход уборки, проконтролировать его. Все эти задачи можно решать на уровне полей, на уровне хозяйств и на уровне регионов. Информация осредняется на уровень регионов. Можно настроить те же картограммы, можно сравнивать развитие посевов по регионам в этом году, в текущем сезоне, с предыдущим годом и предыдущим сезоном предыдущего года и использовать эту информацию для какой-то качественной оценки даже той же урожайности. Например, в 2016 году было бурное развитие, за счет метеоусловий, было бурное развитие озимых, оно было заметно по снимкам уже в самом начале весны, и уже тогда можно было выдвигать некоторые предположения о высокой урожайности, ну что, собственно, и оправдалось. Собственно, Вега, она позволяет использовать все данные, которые в ней есть, и возможности оценивать текущее состояние, возможность оценивать динамику, возможность добавлять наземные данные для того, чтобы строить прогнозы, оценки, строить прогнозы состояния объектов в будущем периоде, можно добавлять метеоданные, и в Веге есть даже прогнозы метеорологические на весь мир, и оценивать ситуацию не только на данный момент, но и строить некое предположение. Есть пользователи, которые просто скачивают данные из Веги в виде Excel-файлов, данные по тем же индивею, чтобы строить прогноз урожайности сами у себя, они просто используют Вегу для прогнозирования по своим полям. Я думаю, что с преимуществами системы лучше всего знакомиться на практике, поэтому завтра мы с вами рассмотрим два примера. Один пример – это будет мониторинг состояния полей в течение осени, оценим зимние условия в течение весны по одному хозяйству, а на другом хозяйстве мы постараемся выявить неиспользуемые земли. И предлагаю, чтобы как-то привыкнуть к интерфейсу, с ним познакомиться. А кто-нибудь уже работал в Веге, кстати, до этого? Ну вот, чтобы познакомиться с Вегой, вы можете зайти на сайт VEGA.pro под демо-доступом, просто ввести логин демо, пароль демо, и открыть список полей, тогда вы увидите список доступных демо-пользователю полей, просто посмотреть на картографический интерфейс, загрузить туда любые, не любые, для демо-пользователей есть ограничения на самые актуальные снимки, загрузить снимки, которые доступны, и посмотреть там вот на графике NDVI, просто пощелкать по этим полям. А на завтра в разделе новости, сейчас я открою на сайте, покажу, где, пожалуйста, скачайте, те, кто собирается прийти на мастер-класс, скачайте, пожалуйста, четыре файлика, которые мы будем использовать для рассмотрения примеров. Сейчас я их покажу. Ну, или, ну, как бы, если вы не сможете скачать, я, конечно, принесу на флешке. Да. Спасибо. Вопрос больше не к последнему выступающему, больше ко всем, по Веге. Вот, ну, сложилось такое мнение, что, ну, как бы, вы говорите о том, что вот вы конкретно сделали анализ, и этот анализ дал какие-то результаты, ну, скажем, по пашне, или там по каким-то другим культурам, скажем так, да, насколько эти данные были уже подтверждены, то есть проверены конкретно, соответствуют ли эти данные реальной вот, как бы, жизни, скажем так. Или они не соответствуют. Могу я прокомментировать? Вот, я могу сказать, что с Вегой мы пытаемся наладить отношения уже в течение года, и у нас не получается. Почему? Потому как вы работаете с нашим местным, с НИИСХом, и предоставляете им эту информацию. Мы уже перекачиваем от них эти данные. И я могу сказать с уверенностью, что их данные проверены. Мы их проверяем регулярно. Подходим скептически, находим все ваши косяки. Вот наш геоинформатик не даст соврать, что мы находим у вас поля, где есть у вас площади, занятые культурами, и есть паровые участки. И мы находим эти участки, где у вас перекликается, то есть маска с культурами, маска с парами. Мы эти участки находим. Но я могу сказать, что в целом программа готова. И мы бы как раз таки, нам, по крайней мере, Министерство сельского хозяйства пообещало, что до конца года вы дадите нам ключ. Не демо-версии, а... Да, ну до конца года, я так понимаю, мы будем пользоваться. Доступ будет у нас до конца года. Ну и в дальнейшем мы, конечно, планируем, что доступ будет у нас намного шире. Сергей Александрович, вы прокомментируете? Ну смотрите, значит, мы, во-первых, проверяли мы или не проверяли. Конечно, проверяли, но выборочно. В каких-то территориях у нас есть тестовые данные, мы, у нас есть тестовые данные по Ставрополю выборочные, есть по Курской области, есть, ну, в ряде областей у нас есть данные. Значит, ну, наши проверки показывают, что там, ну, точность, она разумная. То есть, ну, вот, Дмитрий показывал, она выше 80%, по крайней мере. Она может приближаться к 90%, но найти косяк, как вы говорите, если там 10% не проблема. Если у тебя 10% ошибки, ну, что такое найти косяк? Это задача для первоклассника. Поэтому, ну, да, я уверен, что любой из вас, когда начнет пользоваться, начнет находить косяки. Значит, ну, вопрос в их соотношении. Сколько правды, а сколько косяков? Вот вопрос только в этом. А то, что косяки, там, ошибки есть, они неизбежны. Это просто так устроен мир. И нету ничего идеального в этом мире. И даже в данных, которые на Земле, все равно есть опечатки. Давайте их называть косяками. Что, человек не может это самое? Ну, может ошибаться тоже. Вот. Поэтому, значит, понимаете, здесь вопрос вот именно в правильном отношении к тому, что мы имеем. Вот. Поэтому это первое. Второе. Значит, вега, в принципе, это инструмент такого аналитика. Значит, чтобы написать, ну, допустим, хороший роман, недостаточно иметь винворд. Да? Нужно еще хорошего писателя для этого. Значит, вот вега, она работает на стыке. Это вот ваш винворд, грубо говоря. Но к нему нужен вот тот самый аналитик, который найдет правильный способ интерпретации данных. А какой он будет, мы можем предлагать вам пути. Какие-то. Они могут быть неидеальными. Вы можете найти лучшие пути. Если вы правильно пользуетесь инструментом. А вот, насколько я понимаю, все-таки в агрохимслужбе – это такой инженерный корпус сельского хозяйства. Вот. Где еще, как и не в агрохимслужбе, значит, ну, условно говоря, искать пользователей для аналитического инструмента. Значит, вега не дает готовых решений, как ничто не дает готовых, как не даст ни один ГИС, ни одно… Это… На самом деле, что такое вега? У веги, на мой взгляд, вообще нет равных в мире с точки зрения обеспечения легкого доступа, легкого доступа, к огромному количеству данных, разнообразных, абсолютно обновляющихся, практически в реальном режиме. Ну, практически, как только данные поступили. Вот в этом смысле вега снимает с вас огромную заботу о том, где эти данные находить, как их комплексировать. Вы просмотрите на поле и говорите, а что у меня для этого поля есть? Вы говорите, да, у меня тут лансат вчера получен, сентинел позавчера, сентинел второй получен три дня назад, модис там… Все, вы купаетесь в данных. Вы просто купаетесь в данных. Дальше вопрос вашего умения ими воспользоваться. Вот к этому данным вы поступили, получили доступ в течение минуты. Минуты. Вам, чтобы получить доступ к этим данным другим способом, надо потратить месяц. И вы не получите еще. А вега за вас все сделала. Она вам преподнесла вот на блюдечке с голубой каемочкой данные по вашему полю, который вы выбрали. За минуту. Все. А теперь вот уже ваше понимание. Так, там я могу сделать синтез разный, могу посмотреть профиль, могу посмотреть текстуру, если я нашел изображение высокого, если мне повезло, высокого разрешения здесь. И дальше включается ваша фантазия. Теперь вы хотите этим воспользоваться еще более полноценно, кроме спутниковых данных. Ну тогда вы идете в поле и набираете или там какое-то количество наземных данных, по которым вам не надо весь подсолнечник обследовать. Вы хотите обследовать подсолнечник, грубо говоря. Возьмите 20 полей подсолнечника или 100, чем больше разбьете, тем лучше будет. Но вы получите статистику, с помощью которой вы потом получите информацию по тысяче полям, уже не ходя в поле. И вот эти комбинации использования данных, встраивание их в вашу логику ваших действий, это уже ваша задача тех самых писателей, которым дали Винворд, грубо говоря, чтобы они не рукой, как Лев Толстой пером писали, а быстро. Вот Вега вам дает инструментарий. А ждать от Веги, что она сделает чудо и войну и мир, вот я приведу условно говоря слесаря, дам ему Винворд, и он напишет мне войну и мир. Этого чуда не будет. Это просто инструмент аналитика, которому надо приделать соответствующее знание и фантазию. Мне кажется, вот это отношение надо как бы в себе выработать. Теперь, Вега достаточно сложный инструмент в каком-то смысле. Поэтому мы не даем, мы перестали давать доступ вообще не потому, что нам жалко, потому что люди пробуют, вот не пройдя обучение, не осознав логику, они начинают тыкать туда беконки, что-то смотреть и говорят, что-то я там потыкал, ничего не вижу. Не вижу. Поэтому мы перестали давать этот доступ. Вот мы решили, что мы объясним вам два дня, как этим пользоваться, а после этого дадим доступ до конца года, чтобы вы уже вот эти полгода провели более осмысл. и мы вам дадим 5% возможностей, которые, на наш взгляд, реально попытаться переварить за два дня. Вот эти 5% возможностей мы попытаемся вам дать. И если мы пройдем их нормально, успешно, вот какая-то часть останется, она захочет еще 5% изучить. И тогда мы пойдем по этому пути вместе. Значит, это вот то, как мы видим это дело. Но я извиняюсь, я, наверное, отвлекся от вопроса. Что? Ну, давайте дадим какое-то время, чтобы... вот. Собственно говоря, еще вопросы. Антон Михайлович, да. Володь, помогите, пожалуйста. По Краснодарскому краю, где там началась уборка, там, в общем-то, любопытно лево-нижний угол был. Я хотел спросить вас. То, что там такой шейп полей, что это мне показалось, что это рисовые чеки. и у него окраска такая специфическая. Я боюсь, возможно, такой больше не будет обсудить этот слайд. Сейчас мы увидим другие вещи. Вот, предпоследний он, по-моему, был. Я засекал его. Простите, сейчас. Ну, если долго, может, снимем, ладно. Краткий обзор. Где Краснодарский край был? Краснодарский край. Дальше, 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 дальше. где уборка была. О, в нижний угол, это не рисовые чеки, нет? Вы не пробовали классификацию делать? Смотрите, там специфическая окраска, очень темно-синяя. Давайте попробуем завтра. Нет, ну, хорошо, хорошо. Нет, по-моему, рисовые чеки, там вот проблемы, я по ней поговорю немножко, если мне дадут слово. Возможно, у нас есть тут наземные данные, чтобы проверить. Нет. Нет, нет, просто, просто интересно. Нет, я говорила про земли, занятые зимами, они, да-да-да, они на весеннем снимке не распознаются, как озимы, мы их не рассматриваем. Да, ну, это интересно, действительно, и я, например, не знала, что они так выглядят, и они могут быть в Краснодарском крае. Вот здесь. и я, это, наоборот. Здесь. И я, Продолжение следует...